Звучал мне долго голос... Красавицы прошлого на экране и будущего на сцене. 24 участницы областного конкурса красоты и медиа краса выглядят как профессиональные модели, хотя таковыми не являются. Для подготовки было много времени, целый месяц с ними занимались педагоги. И куда бы ни отправились красавицы, везде за ними следовали ведущие и операторы телеканала «Мой город». За время ток-шоу «Медиа краса» девушки успели побывать на курорт Станай, покормить там животных и даже потрудиться. Они попробовали себя в качестве телеведущих. Да, Юна, а ты представляешь, еще однажды он купил товар на сумму 1700 рублей, дал продавцу 5000 купюру банка приколов и получил 3300 рублей с дачи. Как так вообще может быть? Это твоя коронная фраза сегодня, да? Участницы уже так привыкли к камерам, что даже за кулисами готовы устроить не менее зрелищное шоу, чем на сцене. Здесь они не только оттачивают мастерство дефиле и прихорашиваются. Пока для зрителей поет Натали, девушки показывают свои выступления. Говорят, после месяца жизни под прицелами камер даже выход на сцену перед сотнями зрителей их не пугает. О том, чтобы вот эта конструкция не упала, да, переживаю. А так все нормально. Оператор реалити-шоу «Медиа краса» Андрей Лугодин в прямом смысле знает девушек с разных сторон. Он целый месяц наблюдал за ними через объектив камеры. Ему пришлось снимать интересные подробности из жизни красавиц. Говорит, участницы сначала боялись камер, но потом научились быть естественными. Он же во время работы получил эстетическое удовольствие. Ну, а как не снимать самые красивые места, когда эти же места – золотое достояние участницы. И этими местами в том числе они и пришли похвалиться, и гордиться. Сошли с экранов телевизоров и теперь исполняют самый зрелищный номер – дефиле в купальниках. На экранах участницы позируют дорогих авто. Через несколько минут они щеголяют в вечерних платьях. Интрига «Кто же станет победительницей?» сохраняется до конца. Звание «Медиа-краса-2014» и корону с зелеными камнями получает прокопчанка Татьяна Хаймина. Честно, я не ожидала этой победы. Я безумно счастлива. Я очень рада представлять свой любимый город Прокопьевск. Студентка Кемеровского университета культуры в реальце шоу Анна прославилась как талантливая певица и обладательница обаятельной улыбки. Правда, нашлись и те, кто сомневается в подлинности ее победы. В социальных сетях пользователи оставляют комментарии, в которых Таню обвиняют в подкупе жюри. Но организаторы утверждают, девушка из простой семьи даже на туфле для финального шоу с трудом нашла средства. Да и сами красавицы с выбором жюри согласны. Этот день не станет мимолетной датой. «Медиа-краса» останется не только в памяти участниц, но и в сотне кадров реалити-шоу, в котором можно увидеть, какой ценой Татьяне досталась победа. Анжела Паутова, Алексей Зайцев. Новости моего города.